Всем привет! Давненько я не выбирался на стрельбище и вот наконец-то выбрался, потому что накопилось много всего нового, чего хочется и самому попробовать, и вам показать, и рассказать. Поэтому вот наконец-то я выбрался и сейчас буду вам показывать разные вещи о своих новинках. Это вступление будет общим для большого количества роликов. Здесь я все сниму за один раз, а потом порежу на отдельные ролики. Но это вступление будет общим. И что будет еще общее для всех вещей, о которых я расскажу, это моя новинка, это камера. Теперь у меня камера, которая снимает 4К, 60 фпс. Вы могли это видеть уже ранее, но то была не очень хорошая камера. Теперь камера, надеюсь, получше. Так что это тоже будет определенный тест на протяжении всех роликов. Новая камера, которую снимают в 4К, 60 фпс. Будет интересно посмотреть, какое качество видео будет получаться и какой будет получаться звук. Но и про нее я тоже запишу отдельное видео. А теперь по всем, что я тут собрал, поподробнее в отдельности. Погнали! Во-первых, лук Niko PT2, о котором я уже делал обзор. Вы можете увидеть его на моем канале. И я его немножко модифицировал, дотюнинговал. И сейчас вам расскажу и покажу. И будет интересно попробовать из него пострелять и посмотреть, что из этого получилось. Глушилки. Как видите, здесь на плечах автомобильный карпет, который глушит удар тетивы по плечу с одной стороны. И с другой стороны глушилки на тетиве. Это, если не ошибаюсь, стопроцентный акрил из магазина для рукоделия. Такие вот шарики, которые установлены на длине 0,18 от точки опоры до шарика. 0,18 от общей длины всей тетивы. Рукоять. Как помните, в моем обзоре я показывал, что рукоять была не совсем удобная. Мои пальцы вот здесь проваливались. Здесь был вырез в рукояти. И здесь вот тоже неудобно проваливались. Основание пальцев в рукоять. Поэтому я залепил рукоять, вот это отверстие вырез, холодной сваркой. У меня был вариант, чем это заклеивать. Но я выбрал холодную сварку, как мне показалось, наиболее простой вариант, наиболее твердый. Дал ей высохнуть и обмотал это все черной изолентой. Получилось как-то так. И полочка я сделал из кожетка для рогатки. Разделил его на две части. Одну часть слева, другую часть приклеил справа. И это боковая плитка, так скажем, панель кожи. Кожа, кожеток от рогатки. И натуральный мех бельчий пошел на саму полочку. Вот с этого комплекта. А, да. Сразу скажу, что вот эта полочка из бельчьего меха и кожи из кожетка мне не очень нравится. Почему? Потому что бельчий мех это редкий материал. Его тяжко доставать. А вот эта вот боковая панель из кожи, она получилась достаточно такая толстая. Я бы сказал, что миллиметр, может быть больше миллиметра она добавляет. И она не очень мягкая в плане амортизации. Боковая панель, по идее, должна как плунжер амортизировать в момент выстрела и изгиба стрелы. Поэтому я сразу скажу, что это буду переделывать, но сегодня постреляю так. Я вижу, что многие наклеивают сюда липучку. Велкро ее так же называют. Ту часть, которая такая ворснистая. Вот поэтому я хочу переделать, наклеить сюда липучку. И вот из этого комплекта, который сейчас получился, я попробую пострелять по своей мишени. И посмотрим, насколько он стал тише. И вообще, как он себя ведет, попытаюсь понять и поделиться с вами опытом. И попробую пострелять с правой полки. Ведет себя лук довольно-таки тихо. Попробую выпуск большим пальцем. Попробую славянский выпуск. Сильно вправо. Еще раз славянский выпуск. И тяжелыми стрелами. Тяжелыми с левой полки. Три снизу. Что могу сказать? Получилось неплохо. Он действительно ведет себя тихо. Он очень легкий. Поэтому выпуск очень мягкий. Конечно, стрелы для него жестоваты, потому что он все-таки не центр-шот, этот лук. И стрелы сильно рикошетят от боковой полочки и лезят неправильно, потому что у меня жесткие стрелы. Пятисотый и четырехсотый спайн. Вот как прилетели стрелы. Один раз даже была попытка попасть в центр. Ну да, это, в принципе, попадение. Что мне еще нравится? Он перестал брыкаться вот так вот. Ну, по крайней мере, не так сильно, как раньше он брыкался из-за того, что ручка стала чуть-чуть тяжелее снизу. Он все равно норовит чуть-чуть перевернуться, но стало получше с этим. Как видите, он стал заметно. Меньше брыкаться. Чуть-чуть брыкается, но хотя бы после выстрела, мне кажется, он стал поустойчивее. Вот таким получился этот ник Luka IT2 после модификации. Это классный лук для того, чтобы учиться стрелять или давать его своим друзьям, которые никогда не стреляли из лука. Он очень легкий. Он, в принципе, легко собирается, быстро. Сам по себе он легкий, весит он один килограмм. Вытек у него 20 фунтов, как я помню его мерил. И вот такая легкая модификация, в принципе, превратила его в очень классный лук для практики стрельбы, как с левой полочки, так и с правой. Она очень интересно летит. Нос выше, чем хвост. Она летит вот так. Я вижу две причины, по которым стрела может лететь вот так. Первая причина – это дисбаланс моих плеч, то есть неверный тиллеринг. Но я их замерял, и вроде бы как все как положено. Нижнее плечо у меня сильнее, чем верхнее. На 3 мм отличается тиллер между нижним и верхним плечом. То есть у меня позитивный, положительный тиллер. Вторая причина – это неверно установленное гнездо. Сейчас, как видите, оно чуть выше от перпендикуляра. Возможно, слишком высоко. Попробую добиться на глаз перпендикуляра. Ну вот это перпендикуляр. И попробую выстрелить вот так. С перпендикуляром и посмотреть, как она полетит. Стало лучше. Она перестала забрасывать хвост вниз или вверх, но она забросила хвост влево. Забросила хвост влево и вниз. Короче, я не уверен, что у меня получится добиться прямого полета этой стрелы. Но имеет право на жизнь. И возможно, если бы я более правильно подобрал размеры, и если поклеить ей оперение, то, возможно, эта стрела полетит как-то лучше. Собственно, уже собирался идти домой, как пострелял и открыл для себя совершенно случайно удивительную вещь. И решил, что стоит вам об этом сказать и показать. В общем, при стрельбе из лука с правой стороны, с правой полочки, я только учусь. Так стрелять. В общем, выгодно делать либо катру после выстрела, либо торг поворачивать вот так вот лук, либо делать катру. Как будто стрелы летят точнее и действительно нету эффекта заброса стрел, как будто стрелы не сталкиваются с боковой вот этой полочкой лука и не испытывают на себе искривлений из-за соприкосновения с полочкой или бог знает еще из-за чего. Или это говорят, что при стрельбе с правой стороны спайн меньше влияет. Может быть, что-то из этого. Ну, в общем, я постараюсь сейчас пострелять, держа лук прямо и ничего с ним не делаю после выстрела. И посмотрите, как летят хвостовики. А потом попробую делать катру и торг. И знаете, мне кажется, что стрелы летят лучше. В общем, сейчас постреляю прямо. Вот так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...